МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 80% превышены эпидемические показатели по ОРВИ в городе. Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска. В студии Владимир Богомолов. Напомним, карантинно-ограничительное мероприятие по респираторным заболеваниям в городе введено с 4 февраля. На тот момент порог заболеваемости ОРВИ был превышен на 40%. За 5 дней он вырос вдвое. Распотребнавзор просит северодвинцев избегать массовых скоплений людей. 3700 северодвинцев заболели острой респиратурной вирусной инфекцией лишь за последнюю неделю. Всего с конца января ОРВИ в городе заболели более 7 тысяч человек. Большая часть – дети 60%. В трех образовательных учреждениях приостановлен учебный процесс. Это школы номер 10, 30 и Ягринская гимназия. В 11-й школе уроки возобновили. Диагноз – грипп у 65 северодвинцев. Карантинно-ограничительные мероприятия в городе продолжаются. Северодвинцев просят применять меры профилактики от гриппа и ОРВИ. Как можно меньше находиться в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Пятую АПЛ проекта «Ясень» заложат на Севмаше в середине марта. По информации агентства РИА, новую подлодку назовут именем столицы поморья Архангельск. Как сообщает информагентство РИА, атомную подводную лодку Архангельск проекта 885 «Ясень» заложат на верфях Севмаша 19 марта. Она станет пятой лодкой в серии. Всего планируется построить 8 подлодок данного проекта. Напомним, головная лодка проекта «Северодвинск» вошла в боевой состав ВМФ России в прошлом году. Многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» – корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. «Ясень» имеет водоизмещение около 14 тысяч тонн, способен погружаться на глубину до 600 метров и развивать подводную скорость до 31 узла. На вооружении подлодок находятся крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», которые могут поражать цели как в море, так и на земле на расстоянии до полутора тысяч километров. Стреляют в собак на глазах детей. В телередакцию позвонили обеспокоенные жители острова Ягры. Они стали свидетелями антигуманного способа избавиться от бродячих собак. Напомним, сюжет о стае, которая пугала отдыхающих и спортсменов, мы показывали на прошлой неделе. Забрать в приют бездомных животных должна была областная служба отлова, но ее опередили неизвестные. По тревожному звонку наша съемочная группа выехала на место преступления. Так называют случившиеся жители острова Ягры. И уверена, эта мертвая собака на детской площадке – одна из тех, что жила в стае на лыжной базе. И реальное доказательство негуманного способа очистки города от безнадзорных животных. Прочитала, что отстреливали собак на лыжной базе. Отстреливали собак. И люди пишут, ну, комментарии. Я прочитала, что люди пишут, что варварским способом отстреливали, тащили там за ноги. А в это время проходил урок физкультуры. И все это происходило на глазах детей. Сообщения о зверском отстреле стали появляться в интернете на следующий день после выхода в Вестнике Северодвинска сюжета о дикой стае собак на лыжном стадионе «Беломорец». Спортсмены и отдыхающие просили отловить животных и увезти. Сейчас инициаторы этой просьбы в шоке от способа избавления от бездомных собак. Свидетели зафиксировали и средства убийства, и самих исполнителей. И потом молодой человек пошел в лес, догнал еще нашу собаку черную, в нее выстрелил. Сегодня она была найдена в районе Октябрьской, мертвая. На это тоже есть фотографии и все. Компания по отлову, с которой заключен контракт у Северодвинской станции по борьбе с болезнями животных, по заявке обещала отработать лишь сегодня. Кто опередил службу, теперь выяснят представители закона. За защитники вызвали на место инцидента полицию. Вот мы сегодня находим трупы собак после вчерашнего так называемого отлова. То есть они используют курароподобные вещества, аделин, супер или деделин, и собаки умирают мучительно. Это вещество запрещено во всем мире как жестокий способ забоя животных. Аделин супер, о котором говорят зоозащитники, относится к препаратам группы А – ядом. Его применяют на зверофермах в качестве эвтаназии. По описанию в интернете препарат вызывает медленную мучительную смерть путем парализации всех мышц. Находясь в сознании, животное умирает долго и крайне болезненно. Внешне это может выглядеть как засыпание, что вводит в заблуждение очевидцев. Какой мы даем урок? Доброты. Убиваем животных, убиваем собак, которые всегда считались другом человека. Убиваем среди бела дня без суда и следствия. Марина Хохлова, Ксения Акабанова, Денис Богданов. Вестник Северодвинска. Конкурс снежных городов в этом году собрал шесть северодвинских дворов. Всего за две недели участники, простые жители соседних домов и сотрудники управляющих компаний построили зимние детские площадки с ледяными горками, замками и лабиринтами. И если в одних дворах ограничились горками, то в других силами сотрудников управляющих компаний возвели настоящие детские города для зимних забав. Сразу 13 объектов построили, например, во дворе на Гагарина 9. Сегодня приемная комиссия из мэрии оценила постройки. Главный критерий – функциональность. Важна и художественная составляющая. А главные члены жюри – конечно, дети. Только вчера все накрасили, наверное, или сегодня с утра. Ага, и вы с ребятами тут играете? Да, тут очень прикольно. А на чем именно больше нравится? Крепость или вон горка? Крепость. Было бы неплохо, но пока мы уже на четвертом объекте и пока не видели еще ни в одном из дворов это некие ледовые площадки. Ну, то есть такие мини-катки. Вот пока их нет. А так, во всем остальном, их фантазия достаточно бурна. Справедливости ради стоит отметить, во дворе на Гагарина 9 трудился едва ли не весь коллектив одного из местных ЖЭУ с привлечением тяжелой техники. В итоге победителей будет лишь трое. Награда – денежные призы. За третье место полагается 10 тысяч рублей, занявшие второе, и первое место получат 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Результаты подведут завтра, а чествовать победители и вручать заслуженные призы будут в марте. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Спортивные тренажеры на территориях школ работают и зимой. Сегодня в этом убедился мэр. В девятую школу глава города приехал с проверкой. Главные вопросы – спортплощадки, горячее питание учащихся и уровень заболеваемости школьников ОРВИ. Уличные тренажеры в девятой школе очищены от снега на многофункциональной площадке лыжня. Здесь проходят уроки физкультуры для младших классов. Напомним, в 2014 году в рамках госпрограммы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физкультуры, спорта и туризма» из регионального бюджета было выделено около 2,5 миллионов рублей на монтаж уличных тренажеров. Местный бюджет направил на эти цели около 6 миллионов рублей. 71. Уличный тренажер поступил в наш город в рамках договора пожертвования от компании «Газпром Трансгаз Ухта». Они установлены на территории 12 общеобразовательных учреждений города. Они у нас используются и летом, и весной, и осенью, и зимой. Очень удобно. Те дети, которые освобождены, они у нас на виду и занимаются. Там, допустим, 7 тренажеров и 7 заданий они выполняют по 10-15 раз. Я здесь работаю то на лыжах, и там у меня на виду, пожалуйста, те, кто освобожден. Конечно, им нагрузка маленькая должна быть, но, во всяком случае, я вижу, они у меня на глазах. Это очень нам удобно. Остаются и проблемы. Не у всех детей есть лыжи, чтобы заниматься физкультурой. Глава города поручил Управлению образования администрации рассмотреть вопросы о возможности приобретения спортинвентаря за счет местного и областного бюджетов. Следующая тема в девятой школе – охват горячим питанием. В этом учебном заведении организованно питаются до 95% учащихся. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Сегодня день рождения стриптиза. Эротические танцы давно стали неотъемлемой частью массовой культуры. Своебразным прототипом стриптиза считают танец кан-кан. Он появился во Франции в середине 19 века. Сегодня танец на пилоне развивается и как самостоятельное направление в спорте. А стриптизерши считаются такими же работниками, как, например, медсестра или продавец. Теперь о погоде. Что обещает небесная канцелярия завтра, расскажет Ольга Савинова. Морозная погода скоро сменится потеплением. Здравствуйте. О метеопрогнозах на вторник расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Донести украденное попросил прохожего. Гаражного вора задержали сотрудники полиции. Новый вирус гуляет по городу. Библиотекари заражают молодежь чтением. Полторы тысячи северодвинцев вышли на лыжню. Всероссийские гонки стартовали в одиннадцатый раз. О метеопрогнозах расскажет небесная канцелярия. Десятого февраля, по данным ГИСМЕТИО, в Северодвинске ночью ожидается 15 градусов мороза. Днем минус один. Утром пасмурно, небольшой снег. Днем и вечером ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, сильный, до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться и к вечеру составит 746 мм ртутного столба. Для любителей зимней рыбалки сообщаем. Полная вода утром в 8.54 и вечером в 21.22. Малая вода в 1.50 и в 14.14. Звезды говорят, 10 февраля – день веселья, хозяйственных дел, торговли и бизнеса, связанного с риском. Поиск пропавших людей, вещей и животных увенчается успехом. Энергетика этих суток придаст необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись и подумать. Это время рекордов и подвигов. Людей, родившихся в этот день, отличают трудолюбие, работоспособность, терпение, сдержанность и самообладание. На этом все. Я желаю вам замечательного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Не дают кредит. Я же говорила, про бизнес идти надо. А мы даем кредиты. Про Бизнес Банк. 53-95-95 Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. На 20 победителей больше, чем в прошлом году, стали известны результаты регионального этапа школьной олимпиады. В Архангельске наш город представили 178 юных северодвинцев. Из них больше 60 заняли призовые места. По итогам регионального этапа школьной письменной олимпиады 12 северодвинцев заняли первые места. Еще 49 школьников призовые, вторые и третьи. Проверяли знания по 21 учебному предмету. У Северодвинской городской гимназии 6 отличившихся, у 17-го лицея 13, у Ягринской гимназии и 6-й школы по 11 призеров. Из учащихся, если говорить, то особо хочется отметить Михайлова Антона, обучающегося 10-го класса Северодвинской городской гимназии. Он победил в трех предметных олимпиадах географии, экономики, общества, знания. Ну и также он в истории занял призовое место. Абсолютным победителем по русскому языку стала Анна Карпова, десятиклассница 17-го лицея. Кто представит регион на всероссийском этапе, объявит в ближайшее время Министерство науки и образования Архангельской области. Это зависит от того, как справились с Олимпиадой в других регионах страны. Семь золотых и 26 серебряных медалистов выпустила 16-я школа за полвека работы. Образовательное учреждение отметило юбилей. Эти взрослые свое детство помнят, особенно школьные годы. Выпускники разных лет собрались на юбилей родной 16-й школы. Учебному заведению исполнилось полвека. Выпускники первых лет сегодня скромно рассказывают о том, как разыгрывали всю школу. Мы объявили эпидемию гриппа, повесили объявление на двери школы. На следующий день полушколы не пришло. Мы пришли в первый класс, эта школа открылась, то есть 10 лет назад. В первый класс мы пришли, естественно, первые учителя, первые школьные друзья, первые двойки, первые пятерки. Ну что, до сих пор-то уже, между прочим. Школьная пора – это самая хорошая пора, понимаете, там и балластовый ват, и серьезность, и все. Поэтому самые юные годы, которые мы все были школьниками, и очень вспоминаем, гордимся. Не хватает, конечно, сегодня уже то, что было в молодости. И вот хотелось, чтобы нашим ребятам, которые учатся в школу, у них все было хорошо, чтобы не было никогда войны, чтобы была стабильность. Распоряжение о строительстве школы было издано 14 сентября 1963 года. И уже через год, 1 сентября, звонок прозвенел более чем для 1300 ребят. С тех пор из стен школы вышло 44 выпуска. Это более 13 тысяч учеников. За последние 50 лет в нашей школе сменилось 5 директоров. Последняя Юриева Татьяна Николаевна управляет нашей школой вот уже 13 лет. И благодаря ей активно в нашей школе развивается военно-патриотическое и спортивное направление. Уже 50 лет 16-я школа находится по адресу Тургенева, 6. Но современная она отличается от той, которая была в советские времена. Более 10 лет у школы свое лицо – военно-спортивное направление. В начале 2000-х это учебное заведение стало одним из первых, где ввели три часа физкультуры в неделю. Сегодня в школе работает военно-спортивный клуб «Русь». Школа заключила договор с военным клубом «Спецназ». Наши выпускники учатся в престижных вузах столичных городов и других городов. Соколов Евгений, например, выпускник 2012 года без экзаменов был зачислен в МГУ на юридический факультет. И сегодня один из лучших учеников там учится. Сегодня в 16-й школе с 1 по 11 класс учатся около 500 человек. В этом году из стен учебного заведения выйдет 73 выпускника. Евгения Карелина, Ольга Савинова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Возгорание произошло накануне ночью в здании техникума строительства, дизайна и технологий на проспекте Беломорском. По информации областного управления МЧС, огонь возник около часа ночи в одном из кабинетов. Горел стеллаж с книгами. Пожарные справились с возгоранием за считанные минуты. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Все эти предметы принадлежат одному человеку. Сегодня сотрудники полиции передают вещественные доказательства потерпевшему. Еще 16 января неизвестные вскрыли гараж в ГСК «Контакт». Злоумышленника установили в течение всего двух недель в результате совместных действий сотрудников уголовного розыска и следственного отдела полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый северодвинец. Перед тем, как пойти на дело, он долго выбирал гараж побогаче. Имущество он погрузил на саневого куша, которое вы видели внизу. Сгрузил все имущество на саневого куша и, представившись якобы владельцем гаража, попросил постороннего человека о помощи перенести данные похищенные имущества к себе в машину. Достаточно оперативно. Сотрудники полиции порядка двух недель от того, как было все похищено, сейчас вернули практически за две недели. «А много вещей-то было?» «Да, достаточно много и по количеству, и по сумме достаточно много. То есть лодка с мотором, резина зимняя и летняя». Общий ущерб от краши составил более 170 тысяч рублей. Все вещи вернули хозяину. Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Состояние дорожного покрытия в центре города привело к серьезному ДТП. На проспекте Ленина жертвами колеи стали сразу три машины. «Шевроле Нива» вылетела на встречную полосу. По ней в этот момент двигался кроссовер «Киа». Он в итоге и пострадал больше всех. «Как он объясняет по его объяснениям, что там колейность, лед, то есть его закрутило, и он ушел в меня. Все». «А сами не пострадали?» «Нет, слава богу. Я был пристегнут, и подушки сработали, поэтому уже в здоровье». Если разбитый «Киа» теперь придется долго восстанавливать, а для начала снять с сугроба, то Нива «Шевроле», хоть и не без труда, но все же покинула место ДТП своим ходом. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Оценил просьбу о помощи в 19 тысяч рублей. Северодвинка попросила знакомого купить в аптеке лекарства и совершить несколько платежей. Для этого дала мужчине свою банковскую карту и сообщила пин-код. Вот только с покупками друг так и не вернулся. Вместо этого несколько дней молодой человек снимал деньги с карточки. При этом на звонки доверчивый знакомый не отвечал. В итоге расходы составили 19 тысяч рублей. 22-летний ранее судимый северодвинец задержан. Возбуждено уголовное дело. Стихи о первой неудачной любви. Постановка Чехова и французский Минуэт. Чтобы привить любовь к чтению, все средства хороши. Молодежный читаймер прошел в рамках проекта «Активация вирус чтения». Весь год северодвинцев будут заражать любовью к книгам. Человек человеку не враг. Человек человеку не бог. Наш Бог есть любовь. Так давайте любить друг друга. Как любит наш Бог. Любить друг друга призывает 17-летняя Валентина Лихникевич. Участница группы «Филадельфия» из 14-й школы. Ребята вместе играют уже два года. Пока не определились со стилем исполнения и только учатся писать стихи. Песню регги питерской группы «Субкультура» исполнили на молодежном читаймере. Он прошел в рамках проекта «Активация вирус чтения». Его подготовила муниципальная библиотечная система в связи с годом литературы. Целый год северодвинцев будут заражать вирусом чтения. Мы не несем какой-то негатив в своих песнях, какой-то груст, печаль. Мы несем радость, чтобы люди радовались. Сейчас такое трудное время, столько разногласий везде в политике. И мы хотим, чтобы люди не опускали руки и они продолжали верить во что-то светлое и в конце концов любовь. Под музыку участники читаймера читали отрывки с произведений разных авторов, пели руссконародные и современные песни. Мы были вместе долго. Я так тебя любил. Теперь не от этого колка. Мой ангел меня убил. Среди юных талантов Даниил Париенко. Ученик 11 класса прочитал стихотворение собственного сочинения «Нежная тишина». Признался, написал его после первой неудачной любви. Меня знакомые называют поэтом, долбанутым, просто наглым человеком. Стихи писать – это, не знаю, это просто ты идешь с этим из сердца, из души. У тебя совершенно непонятные чувства тебя переполняют, и ты хочешь их написать. Мне понравилось, как читал стихи мальчик. Он читал стихи своего сочинения. Мне понравились стихи за его искренность. Недавно я дочитала сказку «Настоящая принцесса» и «Бродячий мостик в тумане». Я ее поняла, в принципе, хоть она и достаточно взрослая. Для желающих научиться дарить книгам вторую жизнь провели мастер-класс по изготовлению обложки. А это стенд названий любимых книг. За вечер на нем практически не осталось свободного места. Именно книга помогает эти увлечения развивать. Именно книга сподвигает молодежь на написание собственных произведений. Именно книга заставляет их почувствовать актером, музыкантом, танцором, певцом-кутским. Потому что все увлечения проходят через книжные страницы. 14 февраля в субботу пройдет мероприятие «Книга в наследство». Библиотекари с волонтерами посетят детский дом олененок. Любой желающий может присоединиться к акции и порадовать ребенка своим вниманием и подарить книгу. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Впервые в стране отметили день зимних видов спорта. В Северодвинске более полутора тысяч человек приняли участие в спортивной эстафете «Лыжня России». Спонсор рубрики «Магазин спорттовары». Магазин «Спорттовары» дарит скидки до 70% на зимний ассортимент. Не пропустите зимнюю распродажу. Лыжи и лыжные ботинки, коньки, санки, спортивная зимняя одежда, термобелье. Будь ближе к спорту с магазином «Спорттовары». Подари семье здоровье. «Спорттовары». Ломоносова, 78. Лыжи, палки, порядковый номер и на старт. Правда, шапки с символикой соревнований в этом году достались не всем. Их всего 500 штук. Участников в три раза больше. Впрочем, сюда идут не за подарками. В одиннадцатый раз «Лыжня России» собрала любителей и профессионалов лыжного спорта. Я пришел с папой и решил поучаствовать, чтобы получить призы и выиграть первое место. Ну, приехать первым. Мы каждый год ходим. У нас уже много таких вот шапочек. Нам очень нравится «Лыжня». Илюша у нас третий раз уже, а я уже без счета. Вот какая тут номер? А тут без номера у вас. Без номера? Вот раньше были без номера. Это самая первая шапочка, которую нам здесь давали. Всего три забега для дошкольников, школьников и взрослых. Не остались в стороне и люди с ограниченными возможностями. Все участники считают, в гонке важен старт. Главное – это старт, как бы уйти хорошо, потому что народу много. И как бы надо, чтобы не замешкаться в народе, чтобы не упасть. А то есть и палки сломанные, и лыжи. И как бы очень тяжело, если ты плохо стартанул. Среди дошкольников лучшим стал Мирослав Ряузов. У школьников – Вадим Степанов и Анастасия Алонцева. У взрослых пришли первыми к финишу Сергей Маклыгин и Наталья Кокорина. Победителей награждали медалями, дипломами, сладкими и денежными призами. Ксения Кабынова, Денис Богданов. Вестник Северодвинска. Материалы выпуска вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Студия Дизайном Арт дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания и не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас на Советской 27А ежедневно ждем вас. Удобный и комфортный текстиль. Различные комплекты постельного белья для детей и взрослых из мягкой и дышащей ткани поплина. Шелковистого воздушно-легкого сатина традиционной бязи. Одеяло из верюблюжей шерсти и с наполнителем из бамбука абсолютно экологичные. Удобные подушки пуховые с искусственными заменителями пуха или бамбуковые гипоаллергенные и, что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные в стиле пэтчворк и другие покрывала. Ярмарка пройдет с 10 по 12 февраля в НТЦ «Звездочка» на острове Ягра. Не говорите, Раиса Васильевна, так хандрос замучил, спину стреляет, повернуться боюсь. Давление постоянно скачет. А меня артроз замучил, сил нет. А вены на ногах такие, страшно смотреть. Что делать, просто не знаю. А мы знаем, ведь сейчас есть Алмак-02. Современный магнитотерапевтический аппарат с уникальными возможностями. Гипертоническая и варикозная болезнь. Лимфостаз и остеохондроз. Коксартроз. Энтозапатии. Это только малая часть тех недугов, которые может вылечить этот прибор. Полный перечень показаний к применению вместе с методиками лечения приведены в инструкции на аппарат. Пользоваться Алмаком-02 очень просто. Ведь все необходимые параметры магнитного поля для лечения наиболее распространенных заболеваний уже подобраны и записаны в электронную память аппарата. Приобрести Алмак-02 и другие аппараты Елатомского приборного завода по цене изготовителя можно с 4 по 10 февраля в Северодвинске в аптеках «Фармация», аптеках «Здоровье», заводских аптеках и магазинах «Медтехника для дома». Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Северодвинск Ветер переменный западных направлений, сильный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать, а затем расти и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба. Утром пасмурно, небольшой снег, днем и вечером ясно. Температура ночью минус 15, днем 1 градус мороза. Редактор субтитров А.Семкин